Добрый вечер! В эфире информационная программа «Факт» с итогами дня Исулу Махмутова. Казах сообщает, заседание Совета национальных инвесторов с участием главы государства Нурсултана Назарбаева пройдет 11 апреля. В эту пятницу под председательством президента Казахстана планируется проведение заседания Совета национальных инвесторов, на котором будут обсуждены актуальные вопросы развития отечественного предпринимательства, говорится в сообщении на сайте Акурты. Казах сообщает, причиной аварийной посадки самолета авиакомпании «Скат» Boeing 737 в Астане стал сбой в системе сигнализации о выпуске шасси. Возможной причиной отказа системы стали плохие погодные условия при вылете из Шимкента. Начато расследование инцидента. Напомним, сегодня утром самолет, следовавший по направлению Шимкент-Астана, совершил аварийную посадку в аэропорту у столицы. Согласно расписанию, рейс должен был прибыть в 0,925, но из-за технической неисправности самолет совершил посадку позже на час 23 минуты. Еще одно сообщение от агентства «Костак». Трое сотрудников финансовой полиции Алматы обвиняются в хищении партии сигарет на сумму 63 тысячи долларов железнодорожной станции «Алтынколь» Панфиловского района Алматинской области. В ноябре прошлого года группа из восьми лиц, зная о прибытии партии сигарет из Южной Кореи, разработала план по хищению товара. Роль полицейских заключалась в том, что они могли в силу занимаемых должностей и наличия служебных удостоверений обеспечить безопасность совершения преступления и неприкосновенность членов ОПГ. Также в задачу сотрудников финпола Алматы входило обеспечение беспрепятствованного сопровождения груза до Алматы и его реализация. Дело находится на контроле у первых руководителей Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рашида Тусубекова и Министерства внутренних дел Кулмухаммеда Касымова. В Караганде забасовка водителей пассажирских автобусов будет продолжаться до полного исполнения требований, заявили работники автопарка номер 3. Будем продолжать, это не выход. Пока план не снизят, пока норму бензина не дадут. Невозможно так работать, отметили участники стихийной акции протеста после встречи с руководством предприятия, представителями власти и прокуратуры. Заместитель Акима Караганды Кайрат Бегимов предложил собравшимся создать инициативную группу и официально оформить требования. О том, что интересного произошло сегодня в городе, вы узнаете сразу после рекламы. И продолжим выпуск. Интерфакс Казахстан сообщает, в Ак-Тубе задержан посетитель ночного клуба, открывший стрельбу из травматического оружия. 24-летний мужчина, минувшее воскресенье во время групповой драки, выстрелил в начальника охраны развлекательного заведения. Пострадавшего с огнестрельным ранением бедра доставили в больницу. С места происшествия изъят незарегистрированный травматический пистолет-стражник. По данному факту возбуждено уголовное дело. Между тем, стрелявший также находится в больнице, так как получил травмы во время драки. Он находится под подпиской о невыезде. В этом году тепловики решили согласовать свою работу с погодой. По плану тепло в жилые дома должно подаваться до 22 апреля, а в специальные объекты – до 3 мая. Но если в течение пяти дней будет отмечаться плюсовая температура более 10 градусов, то монополист вправе отключить отопление ранее намеченного срока. В целом, на предприятии отмечают, что отопительный сезон проходит без происшествия. По решению Акима города отопительный сезон начался 1 октября 2013 года. И оно должно продлиться для жилья и школ 203 дня, для детских садов и медицинских учреждений – 216 дней. То есть, если по датам, то получается, что жилье должно отапливаться до 22 апреля, и детские сады и медицинские учреждения – до 3 мая. Ну а в конце недели в Ак-Тубе прогнозируются кратковременные дожди. И уже после установится более-менее стабильная погода. Днем температура воздуха составит 10-13 градусов тепла, ветер северо-восточный – 2-5 метров в секунду. В дальнейшем ожидается прояснение облачности, будет без осадков, температура начнет расти, ночью будет 2-7 тепла, днем 12-17 тепла. В управлении статистики подвели итоги изменения цен в минувшем марте. Индекс составил 100,8%. Что касается перечня товаров, то подорожание коснулось основных видов продуктов питания, а также непродовольственной группы и платных услуг. В марте цены продолжили свой неуклонный рост. Впрочем, как и предполагалось, при этом дорожает не только импорт, но и товары местного казахстанского производства. Статистики подвели итог. Процент индекса потребительских цен по отношению к февралю составил 0,8%. А в список продуктов с наценкой теперь уже попали и те, что всему голова. Отметен рост цен на такие основные продукты питания, как мука. Рост цен составил 1,6%. Причем рост наблюдается и на первый сорт муки на 0,6%. Хотя во многих магазинах есть продажа дешевая мука по 47 тенге во многих торговых точках. Ну и рост цен наблюдается на муку высшего сорта на 2,5%. Вслед за мукой подорожали хлеб, макароны, кондитерские изделия. Последние, к слову, выдержали двойной удар. Сахар вырос в цене на 7,7% и потянул за собой выпечку и сладости. Плюс ко всему молоко и молочные продукты, а также сыры. И несмотря на то, что есть и положительные изменения, к примеру, отмечено снижение цен на растительное масло и яйца, жители города не смогли не заметить того, что тратить на продукты приходится все больше, а приносить домой все меньше. Все продукты подорожали. Основные продукты какие? Ежедневно, которые мы пользуемся, картошка, морковь, молочные продукты, вот эти немножко продорожали. А так терпимо. В магазинах дорого все. Что, например? Ну, вообще вот это. Что подорожало, что вы заметите? Макароны изделия, макароны изделия. Все подорожало и намного. Почему картошка так подорожала? У нас же негодная. То было по 70, а теперь 120. Теперь сахар подорожал, тоже непоконятно. Пенсия маленькая. Вот, потом еще что сказать. Да все, молоко, все-все подорожало. К слову о картофеле, его песнь на складах стабфонда оказалась спета до последней строки. Как признались продавцы коммунальных мини-рынков, запасы пополняются теперь из других источников. Ценники здесь сменились на 110 тенге за килограмм. Правда, это все равно дешевле, чем в других магазинах и супермаркетах. Остальные овощи – капуста, лук, морковь – уходят по сотне. Фрукты также дешево не продаются и дружно выдерживают марку, находясь теперь в тренде сезона. Отмечен рост цен на фрукты. Это на бананы, на апельсины тоже отмечен рост цен. В прошедшем месяце также зафиксировано повышение цен на молочную продукцию. Это, в первую очередь, изготавливаемые заводами-изготовителями. Это на ультра-пастеризованное молоко отмечено 1,6%. Пастеризованное молоко тоже выросло на 1,7%. Также отмечен рост цен на концентрированное молоко, на сгущенное молоко. Ну и, конечно, дороже стало одеться, обуться, сделать ремонт и лечиться. Кроме лекарственных препаратов, подорожали услуги специалистов медучреждений, а дополнили список общепит и транспорт, сфера бытового обслуживания и товары личной гигиены. В общем, скучать не приходится. Ирина Гудь, Жаслан Жибаев, программа «Факт». Более 7 миллиардов 700 миллионов тенге выделяется в этом году на строительство, капитальный и текущий ремонт дорог в Актюбинской области. Также предполагается привести в порядок мосты и построить новые путепроводы. Помимо этого, в целях сохранения асфальтового покрытия на загородных и международных трассах в области будет введен особый контроль за передвижением грузовиков. Об этом и о многом другом было заявлено в минувшую субботу на совещании с участием главы региона Архимеда Мухаммедова. Этим летом не только областной, но и райцентры будут напоминать одну большую строительную площадку. Дорожный ремонт будет проводиться и в населенных пунктах. Причем власти приведут в порядок проезжую часть не только внутри городов и поселков, но и между районами. Один из таких участков – это дорога на Кенкиак. Но отремонтируют капитально не только ее, но и подъездные пути к РГИЗу и другим населенным пунктам. Всего из республиканского и местных бюджетов на дорожные работы выделяется более 7 миллиардов 700 миллионов тенге. В текущем году планируется оплатить капитальным средним ремонтом 60 километров автомобиль дорог местного значения. В том числе планируется завершение капитального ремонта автомобиль дорог Покровка-Тимин-Кенкиак-Эмба, участок 19,78 километра. Автомобиль дорог Парабадак-Консомол-Северного Шхаты, участок 10,23 километра. Автомобиль дороги подъезд селу РГИЗ, 0,11 километра. И автомобиль дороги подъезд к городу Эмба. В Атикибинском районе будет реализован проект капитального ремонта подъезд к селу Ак-Тубе. Всего в районах отремонтируют 38 улиц. Что касается самого Ак-Тубе, то в областном центре в порядок приведут 15 улиц. Появятся новые железнодорожные переезды. Возведут путепровод на автодорогу Ак-Тубе-Мартук. Всего в прошлом году в Ак-Тубе было отремонтировано более 100 улиц. Забраковали асфальтовое покрытие только на пяти из них. Ничего страшного в этом власти не видят. Тем более, что огрехи будут исправлять, как уже говорилось, сами подрядчики и за свой счет. Самое главное, мы должны в короткий срок отремонтировать. Дается 4 месяца. 4 месяца – это оптимальный срок. И надо дороги ремонтировать до 1 октября примерно. Потому что далее уже температура понижается и хорошего качества мы не получим. За 2 года, 2012-2013 год, отремонтировано, сейчас, как докладчик информировал нас, отремонтировано 103 улицы. 103 улиц. Это большой объем, намного больше с предыдущими годами. Не считая мостов, не считая перенос инженерных сетей, расширения улиц, строительства ливневой канализации и так далее. То есть сейчас подход идет более капитальный, более такой основательный подход, если правильно говорить. Расширяется улица, это расходы, конечно, идет намного больше. И где-то даже уже мы начали сейчас применять новую технологию. Масштабные работы предполагаются и на трассах республиканского значения, а также международных дорогах. На эти цели КАЗ «Автожолу» выделяется свыше 6 миллиардов тенге. Предполагается привести в порядок автотрассы в различных направлениях. А чтобы асфальт прослужил как можно дольше, власти наказали особо следить за передвижением грузовиков. Дело в том, что на период паводка большегрузы автомобиля должны выдерживать требования по осевым нагрузкам. В противном случае их ждут большие штрафы. На всех постах, чтобы смотрели очень внимательно. Что творится по Хабдинской трассе? Там каждый день грузовики колесят. На борту по 30-40 тонн груза. Почему за этим никто не следит? Необходим жесткий контроль. Всех штрафовать. Если понадобится, даже закрывать. Только тогда будет порядок. На заседании также было дано поручение разработать концепцию развития местной сети дорог до 2020 года. Помимо этого, рекомендовано заключить договоры с Актобежжоллабораторией. Это необходимо для проведения независимого контроля качества работы подрядных организаций. Акмар Алмайкузов, Алексей Уразов. Программа «Факт». В этом году по программе термомодернизации отделам жилищной инспекции планируется отремонтировать 15 домов, находившихся в аварийном состоянии. В 2013 году работа была приостановлена. С этого года жильцы могут вновь рассчитывать на помощь государству. Подробнее расскажет Айшат Ибрагимова. Как сообщают в отделе жилищной инспекции, по программе термомодернизации, в текущем году из республиканского бюджета будет выделено 470 миллионов тенге. Из 87 домов, стоящих в очереди, в этом году ремонту подлежат 15. Ремонтные работы будут проведены в домах, расположенных в районе жилгородка и в старой части города. «Сейчас у нас более 87 домов стоят в очереди. Мы на 470 миллионов, которые планируются выделить деньги, планируем отремонтировать 15 домов. На сегодняшний день по 15 домам проектная смертная документация полностью разработана, утверждена жителями и сданы все в государственных экспертизах. Сейчас идет прохождение государственной экспертизы, после чего получение государственной экспертизы мы будем проводить ремонтную работу». Ремонтные работы по программе термомодернизации начнутся в середине мая. С каждым владельцем квартиры составляется договор, который вступает в силу после сдачи дома в эксплуатацию. Как отметили в отделе жилищной инспекции, к ремонтным работам они могут приступать, если две трети всего дома отдали свое согласие на это. Жители дома, расположенного по улице Иманово, ждут начала ремонтных работ с нетерпением. Этот дом, построенный в 1985 году, попал в число 15 домов, подлежащих ремонту в этом году. Жильцы жалуются на протекающую крышу и аварийное состояние подвала. Жители уже много лет терпят неприятный запах, оцаревшие стены и потолки. А зимой жильцы первых этажей попросту не могут открыть дверь из-за образовавшегося льда. Почти все жители дома готовы на протяжении 10-20 лет платить по 2-5 тысяч тенге ежемесячно. Только бы жилищная инспекция помогла решить эти проблемы. Айшат Абрагимова, Марат Акажанов, программа «Факт». Таковы основные события этого дня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин